Добрый день, дорогие друзья! Цветение гортензии продолжается, это прекрасно. Мимо них никто не может пройти равнодушным. Но не менее важны в саду многолетние цветы. Казалось бы, своей какой-то невзрачной даже красотой они притягивают внимание. Издревле во всех монастырях были аптекарские огороды. Это и душица, тимьян высаживался, мелиса, розмарин. И сейчас в моду входят эти пряные травы. И поэтому, конечно, наш садовый центр предлагает много сортов этих культур и лаванда. Посмотрите, из 5000 лаванды все, что осталось в этом году. Самое главное, лаванда у нас перезимовала. Все лето выдержала эту жару, но для лаванды чем жарче, тем лучше. Но холодную зиму 43 градуса тоже выдержала. И мы укрывали, оставляли в питомнике. В этом году в питомнике растет сейчас где-то около 7000 лаванды. Но, наверное, через две недели мы покажем, как они цветут в поле. Вот она лаванда. И сейчас очень модные такие так называемые цветники новой волны. Много высаживаются на участках, создаются цветники из злаковых культур. И таких культур, которые практически растут в поле. Скажем, много необычных сортов сейчас шалфея. Можно использовать голубые, розовые, белый шалфей. То есть это очень модно. Посмотрите, не менее интересно будет смотреться Вероника. Вероника, посмотрите, розовые какие, голубые сорта Вероники. И пасконник. Пасконник мы тоже предлагаем. Очень хорошо смотрится в композиции со злаковыми культурами. Посмотрите, это пасконники. Видите, много многолетних цветов, еще только зацветают, но они интересны своими красивыми листьями. И обычный, казалось бы, для нашего восприятия это тысячелистник. Но посмотрите, какие расцветки. Желтые, красные, розовые, оранжевые. Это весь тысячелистник. Он тоже создает красивые композиции. Единственное, не высаживайте по одному растению один тысячелистник, одну лаванду. Делайте композиции, куртинками. Хотя бы 5-7 штук одного сорта, одного цвета этих многолетних растений. А это скобиоза. Посмотрите, как необычно смотрится. Скобиозу обычно мы видим, конечно, в поле. Но если вы создадите цветник такой современный вместе со злаковыми скобиозой, это замечательно будет смотреться. Но я не могу не сказать про наши дельфиниумы. Посмотрите, какие яркие цветы дельфиниума. Это высокорослые дельфиниумы. Дельфиниумы, кстати, замечательно будут смотреться, естественно, вот такой куртинкой, группой. И плюс они в контрасте будут с гелиониумом замечательно смотреться. Два контрастных цвета. Ну а белые цветы, это, конечно, всегда промежуточные. Посмотрите, это замечательный такой просто противидный, высокий злак. И замечательно будет смотреться с кровохлебкой. Видите, как они дополняют друг друга? Замечательно смотрятся. Для теневыносливых растений мы специально сделали вот это притенение. Конечно, яркость солнца они не выдерживают. Всевозможные сорта у нас хосты. Есть крупными листьями, зелеными, пестролистные. То есть они даже цветут. Видите, как они красиво. У меня за домом хосты растут, я их даже не поливаю. То есть они в тени прекрасно себя чувствуют, находят для себя влагу и, пожалуйста, цветут. А вот это очень необычное растение. Это горец. Смотрите, два сорта у нас с такими красными свечками и с розовыми тени. Они прекрасно будут себя чувствовать и разрастаются великолепно. Абсолютно неприхотливые многолетние растения. Посмотрите, бадан, децентра, остильбы. Эту жару они выдержали. Для них только теневое место. А посмотрите, какие гехеры. Им даже цветы не нужны. Гехеры группой, если посадить разных расцветок. Посмотрите, можно создать из них цветник. Тут у нас более 10 сортов гехеры. Самая красота гехеры в листьях, поэтому их можно использовать, не рассчитывая, что они будут цвести, хотя и воздушные цветы, они еще более интересные. И хочу еще одни растения показать. Мшанка. Это, конечно, теневыносливое растение. Прекрасно будет смотреться на альпийских горках, в ракариях, рядом с камнями. Они разрастаются великолепно и даже цветет. Это мшанка, а это гераниум. Абсолютно неприхотливый многолетний цветок. Разрастается, цветет практически все лето, не переставая. А это перовские. Посмотрите, легкие, воздушные цветы, такого сиреневого цвета. У нас сейчас в питомнике около 5000 перовских цветет. Это такое получается синее облако, цветущее многолетних цветов. На всех площадках нашего садового центра вы можете сейчас приобрести цветущие гортензии. И, конечно, многолетние цветы, хвойные деревья и кустарники. Средства защиты для растений и удобрения. Сейчас уже используем только осенние удобрения. Мы желаем вам красивого, здорового и цветущего сада.